Добрый вечер всем. Вы знаете, мне кажется, что 2016 год он очень был важен для стабилизации и наращивания какого-то экономической стабильности и экономического роста. 2,3% ВВП, но цифры, наверное, очень мало значат для граждан. Мне кажется, это тот Кабмин, который пытается конвертировать и изменить цифры для людей. Дважды увеличена минимальная заработная плата. Мы имеем вдвое больше объем построенных тех же самых дорог, которые мы понимаем колоссальная проблема. 18 миллиардов по таможне, которые, по сути, были в тень, которые были, скажем так, мы не получали в бюджет через инструменты, просто через контрабанду. Мы заложили основы по реформе государственного управления. То есть какие-то структурные изменения, которые нам дадут важный толчок. Что у нас по 2017 году? 2017 год очень важно для того, чтобы мы пошли в отраслевые реформы. Это же концепция реформы охраны здоровья. Это реформа, которую мы не могли сделать за полгода. Мы закладывали базис для этой реформы. В том числе из-за повышения, из-за дохода, про который сказал Оксана, мы подошли вплотную и готовы, в принципе, перейти на то, что финансировать не там пустые больницы и бесполезные здания, а перейти на качественную медицинскую услугу. Мы заложили основы для проведения реформы образования. Утвердили концепцию новой школы. Мы подошли вплотную к пенсионной реформе и считаем, что очень правильно, чтобы люди получали справедливую, нормальную пенсию в зависимости от их трудового стажа. Мы подошли вплотную к земельной реформе. То есть мне кажется, вот тот фундамент, который был заложен в 2016 году, он дает толчок и дает основу для того, чтобы реформы пошли по отдельным секторам, про которые говорит премьер-министр. Важно, чтобы вы к тому, к чему подошли, не застопорились об депутатов, понимаете, потому что все это должно проходить голосование в парламенте. Пока поддержки депутатов по и пенсионной реформе, и земельной реформе, ну, наблюдается очень вяло эта поддержка, и вряд ли голоса будут искаться. Кстати, а почему отсрочили все-таки на месяц отчет правительства и голосование о вынесении доверия и недоверия? Это технический момент из-за каникул депутатов или еще идут переговоры? Смотрите, очень важной особенностью, мне кажется, работы нынешнего Кабинета Министров, это полностью соблюдение всех процедур, которые указаны в регламенте Верховного Совета. Согласно регламенту, 45 дней дается Кабинету Министров после Нового года для того, чтобы внести свой отчет. До 15 февраля отчет был в парламенте. Он прошел все и без исключения комитеты. Он был заслужен и поддержан всеми комитетами. В прошлую среду был базовый комитет, комитет экономической политики, который также позитивно рассмотрел этот отчет. Вопрос попадания в повестку дня парламента, это уже внутренние парламентские процедуры. Со своей стороны, правительство еще с февраля, по сути, направило отчет в парламент, и уже сколько, ну, третий месяц он находится, по сути, в стенах парламента. Мы готовы к его рассмотрению, мы пришли на все комитеты, было представительство министров, был премьер-министр. Поэтому, мне кажется, здесь за этим надо не искать никакого подвоха в том, что парламент... Калюни Штрунс.